Полно вам, люди, Себя сквернять Недозволенной пищей, Овидей. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Далее говорится о том, что разного рода кипячения, ну допустим, вот мы чай сделали, туда положили в кипяток мед, разрушается. Да, чай с таким медом становится просто-напросто набором различных сахаров. Он действительно теряет нечто ценное, что имеется там в меде. Более того, если там имеются ферменты, а мы знаем, любые ферменты разрушаются после температуры 50-54 градусов. То есть достигла эта температура, и как в яйце белочек, активные все эти ферменты, все эти белки, все эти вещества, которые должны быть вот в таком разгорнутом форме, да, они свернулись и стали, раз они свернулись, значит никакой стали, более труднодоступны, чем были. Поэтому это важно понимать, и по мере возможностей старайтесь использовать природные вещества, природные вещества в их естественном состоянии, нежели что-то замораживать, размораживать, кипятить и еще что-то там делать. Вот засушивание, тем не менее, более благоприятно влияет, нежели все остальное. О водном режиме, о водном режиме сломано очень много копий, сколько воды пить, вот существует норма, 2 литра воды, ну, допустим, 2 литра воды, норма, вот я сижу 100 килограммов во мне, 2 литра воды, много это для меня будет или мало? Ну, я бы сказал, 2 литра воды, жидкости, может быть для меня в самый раз. Теперь человек весит 50 килограммов, а для него это много будет или мало? Конечно, для этого человека это может быть очень уже много. И излишнее поступление жидкости, это уже нагрузка на организм, надо ее выпить, более того, она по организму циркулирует и дальше выделяется почками. На все это уходит наша собственная жизненная энергия. Вымываются различные соли, поэтому, исходя опять-таки из правил водного режима, он у каждого человека индивидуален. И медики говорят, что это примерно 2,5-3,5 грамма или миллилитра на 1 килограмм веса. То есть, у меня 100 килограмм, значит, 3,5 литра воды. Допустим, 50 килограмм, значит, в 2 раза меньше. Литр 750 граммов. То есть, вот такая градация. И все-таки я здесь еще хочу подчеркнуть такую особенность. Значит, насчет водного режима. Первое, это все-таки у нас существует жажда. Вот этот природный ориентир, который нам дал, надо его использовать. Чувствуем, во рту так начинает немножечко пересыхать. И мы тогда выпиваем жидкости. А если нам не хочется? А если сейчас холодно, наоборот, вода из организма выделяется? А если сейчас жарко, то есть, питьевой режим, опять-таки, меняется в зависимости от сезона вода. Жарко-холодно. От физической нагрузки. От возраста. Чем моложе организм, тем больше хочется воды. То есть, жидкости. Чем он старше, тем меньше хочется воды. То есть, все это надо учитывать и разумно использовать для правильного питьевого режима. И еще хочу сказать. Смотрите на собственное выделение. На урину. Если она у вас выделяется редко, концентрированная, имеет запах, что говорит о концентрации, да? То тогда, естественно, больше пейте. Чтобы вот эта концентрация не приводила к тому, что в почках и в мочевом позоре образуются камни. Больше пейте. И вдобавок, какую воду пейте? Старайтесь пить мягкую воду. Это не обязательно должны быть там какие-то чаи. Чай зеленый, чай черный, кофе. Мы думаем, что это жидкость. Оказывается, эта жидкость вяжет. А если она сладкая, она еще к тому же что делает? Да, она сушит организм. Сладкие напитки сушат организм. Поэтому это действительно должно быть. Если чаи, то травяные. Лучше всего есть спорюша, полевого хвоща. И ванна-чаев. Другие травяные чаи, которые вот такие нейтральные, а вода делается мягенько, промывает почки, промывает все наши сосуды. Не вызывает спазмов, которые вызывают сосуды, которые вызывают чаи за счет танинов, губильных веществ, кофе. Вот, чтобы вы это понимали, ориентируйтесь, что из вас выходит, какая концентрация, разбавляем, принимаем такие, значит, чаи. Такую воду, талая вода, великолепная талая вода, несет энергию, промывает сосуды, которая бы способствовала тому, что наш организм бы делался здоровым и чистым. И важно понимать, чем организм дольше сохраняет воду, тем он будет и лучше выглядеть, и дольше существовать. Чем меньше он сохраняет воду, увы, наступает старость, идут процессы сжатия, и человек вот так вот коррежет, и он... Ну, вы поняли. Я немножко рассказываю о водном режиме, затронул чай и кофе. Значит, чай и кофе, кофе, конечно, можно пить, конечно, они дают положительные эмоции, чувство вкуса удовлетворяет нас. Но, тем не менее, тем не менее, злоупотреблять этим ни в коем случае нельзя. Лучше всего пить травяные чаи, чтобы за счет мягкости воды мы делали свои сосуды более эластичными, и они служили бы нам как можно дольше, да? Вот. Если содержатся в напитках такие вещества, как дубильные, вяжущие, то они воздействуют в первую очередь на сосудистую стенку, делая ее более черствой. И, представляете, сосудистая стенка у кофемана, у чаемана, она перестает сжиматься и разжиматься на погодные условия, на эмоциональное состояние человека. И в результате давление повышается, она должна расшириться, стенка. Она не расширяется, значит, она просто-напросто от черствости может лопнуть. Именно это происходит, когда идут инфаркты, инсульты. А если человек придерживается водного режима и употребляет такую жидкость, которая мягкая, которая насыщена кремнием, то есть это как раз споры, шпалевой хвост, просто водичку настояли на кремнии, талая вода, то тем самым мы сохраняем свои сосуды. Это очень важно понимать для того, чтобы вести здоровый образ жизни и ваше питание было здоровым. И, кстати, а когда жидкость принимать-то надо? Смотрите, мы с вами сидели, пища загрузилась в желудок и началось выделение пищеварительных соков. Пищеварение началось, нужная крепость достигнута, температура достигнута, все, пошло. И тут мы с вами выпиваем холодной воды, допустим, кваса. Опа! Выпили. Что? Желудок охладился, значит, ферменты стали неактивные, крепость, крепость соков разбавилась. Мы уже не говорим о том, что она может просто-напросто смыться там частично. Разбавилась и мы ждем, ждем, когда опять нагреется желудок, когда у нас соки опять выделятся пищеварительные и начнется пищеварение. Это, этот промежуток ведет к тому, что у нас начинается брожение, потому что там же микробы есть. Вот, гниение отчасти вместо полноценной обработки в ротовой полости, когда мы запиваем что-то, в желудке, тоже второй этап пищеварения минуется. Значит, здесь не обработалось, здесь не обработалось, просто-напросто мы съели, смыли. У нас получается, что пищеварение не прошло все свои стадии, которые оно должно пройти. Полуфабрикат, который всасывается, тем не менее, в кровь и болтается в виде слизи по нашему кровеносной системе и через носоглотку и легкие эта слизь выделяется, потому что она не может дальше усваиваться организмом и перерабатываться, она выделяется в виде сопли, в виде слизи. И если у нас имеется такой феномер, особенно утром накапливается слизь в легких, откашиваемых, здесь мы откашиваемых, то это говорит о том, что вы неправильно соблюдаете питьевой режим. И когда мы, допустим, садимся чай пить с печеньем, если бы мы печенье ели в сухометку, мы съели бы одно-два, с чаем мы съедим целую пачку и не заметим, то есть мы переедаем. Возьмите это себе на вооружение и используйте. Говоря о пунктах быстрого питания, о так называемом питании пастфудом, говорят, что это очень вредно. Я бы не сказал, что это очень вредно. Почему? Потому что в таких хороших заведениях там следят за качеством продуктов. И продукты, как правило, свежие, хорошие, но это не значит, что мы должны постоянно питаться. Это больше говорит о нашей лене. Мы не желаем приготовить себе салат, мы не желаем приготовить себе кашу, а мы просто уже привыкли все. Ага, мы тут работаем, а вот эти люди нас кормят. А как кормят, это уже совсем другой вопрос. Поэтому увлекаться этим пастфудом не стоит, но и в то же время, если создались такие обстоятельства, и пренебрегать им не следует. Возьмите лучшее, что есть, там зелень, там допустим, зерновой хлеб съедите. А что считается вредным, да можете просто выбросить. Поэтому не относитесь так вот к фастфуду, значит все это там плохо. Нет, везде должна быть мера, везде должна быть наша голова, которая соображает, что, что, как и сколько принимать. Больной вопрос, это вопрос о приеме алкоголя. Некоторые считают, что для аппетита надо принять небольшое количество алкоголя, и это улучшает пищеварение. Я бы не сказал, что это улучшает пищеварение, или как-то стимулирует пищеварение. Нет, стимулирует пищеварение, и потребность пищи это физическая нагрузка. Если мы с вами на свежем воздухе поработали хорошенько часа, два, три, хо-хо, аппетит будет, о, без всякого алкоголя. А вот если мы это не сделали, а сидели на диване, смотрели фильм в течение трех часов, а потом вроде как надо бы покушать, а нам не хочется, вот тут-то и идут различные улоги. Алкоголь или еще что-то. Значит, что вообще-то делает алкоголь? Значит, алкоголь замечено, что во время его принятия он, да, разогревает организм, расширяются сосуды, вот в организме чувствуется теплота, которая способствует некоторой степени пищеварению, поднимается, значит, эмоциональное состояние, но после того, как алкоголь подействовал, расширенные сосуды спадаются, та теплота уходит, и более того, ту энергию, которую алкоголь вытащил из нас, она выжглась, и мы впадаем в такое состояние типа депрессии. То есть у нас энергетически мы просили от употребления алкоголя. Поэтому вот этот феномен вы должны понимать, знать, и, ну, уже там решаться для себя, использовать, не использовать, потому что действительно существует там лечение вином, но это совсем иная тема. А для стимуляции аппетита, все-таки, вместо алкоголя, лучше использовать физическую наростку. Существует мнение, что здоровое питание – это дорогое удовольствие. Я занимался сыроидным, я занимался раздельным питанием, я занимался сокотерапией, я занимался, занимался, занимался вегетарианством, и продолжаю все это потихонечку изучать, осваиваться, заниматься, и хочу сказать, что вначале действительно у меня как-то сложилось мнение, «О, тут надо орехи, тут надо это, тут надо то, тут надо что, вот витамины, где их взять?» Как-то, знаете, у меня поначалу такие подвижки были, что действительно это какое-то сложное такое хлопотливое дело. Но, но, это все происходит от незнания, незнания, как можно готовить пищу, как можно ее подбирать, как можно делать уцеливание. И когда я научился проращивать пшеницу в больших объемах, то вопрос о полноценности питания, о насыщенности его биологически активными веществами, витаминами самого лучшего качества сразу же отпал. То есть не надо никаких там добавок, которые действительно могут быть дорогие, которые могут быть подделаны, которые могут вместо пользы принести вред. Вот это вот сразу отпало само собой. То есть витамины группы В из жизненную силу мы берем из прорывшей пшеницы, которая стоит копейки, копейки, понимаете? Что касается всего остального, там биологически активной воды, там ферментов, все это можно из соков. Вот она, пожалуй, стоит соковыжималочка, которую мы с вами используем, соки давим, яблочно-свекунные, получаем биологически активное железо для того, чтобы, ну, будем говорить, снабжать наш организм, чтобы у нас кровотворение было прекрасным, чтобы у нас работал вкусный мозг. Все это делится сокотерапией, то есть использованием соком. Пожалуйста, было бы желание. Прорывшая пшеница, далее у нас чаи. Они тоже копейки стоят. И в итоге мы можем свое питание сделать полноценным, наилучшим за копейки. За копейки. И не париться, что надо какие-то пищевые добавки покупать, что еще что-то там делать. Попробуйте. Я лично вот так вот питаюсь и очень-очень доволен. Хотя поначалу действительно казалось, а где там взять какие-то там продукты еще, овощи и фрукты. Да не каждый, вернее, круглый год имеется и достаточно дешево. Пшеница на базаре, да ведро купил, на всю семью хватает. Ну и чаи, травяные чаи завалили сейчас все, все, все. И в таком виде, и в сяком виде. И сборы, и не сборы. Поэтому питание здоровое можно при желании сделать за копейки. Наша передача подошла к концу о здоровом питании. Что я хочу еще сказать. Вот вы видите вот эту вот кухню. Это специальная квартира. Была приготовлена, но обставлена для того, чтобы снимать целебную кулинарию. К сожалению, к сожалению, программы целебной кулинарии были отсняты для телевидения. Телевидение оказалось таким капризным. Они не нужны. Они снимают свои какие-то вкусные штучки. Полезные, я не знаю, вроде как вкусные. Различные ведут кулинарные поединки и прочее, прочее, прочее. А надо ли нам эти кулинарные поединки или не нужны для нашего здоровья. Тоже как-то склонная вещь. Вот. И я решил, вот это как раз 70-я передача. Эту передачу уже, Бог говорит, напрямую выкладывать в интернет. Для того, чтобы она сделана для зрителей. Для зрителей, которые хотят вести здоровый образ жизни. Хотят питаться здоровым, по-здоровому. Где-то дополнить, где-то там подсказать. Естественно, любой федеральный канал, он существует за счет того, что государству платит денежки. Я существую. Вот это все, что тут у меня имеется, на свои собственные средства. Конечно, у меня есть энтузиазм. И дальше работает. Но если будет ваша помощь, посильная помощь, вы будете как-то больше откликаться, задавать вопросы. А вот этот продукт как действует? А вот это заболевание, как во время него лучше питаться? Как можно восстановиться? Значит, вот эта обратная связь, ваши пожертвования, ваша помощь сделает эту передачу общенародной. Но пока-пока нет ничего. Я и выставил свой счет, вот такой счет. Вы можете делать пожертвования через Вестер Юниор, те, которые живут за границей. И вот в этой вот кухне, вот в этой вот кухне, в прекрасной студии, будем делать передачу полезную для вас. Поздравляю вас с наступающим 16-м годом. Здоровья, счастья и процветания. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была целебная кулинария. До новых встреч! Продолжение следует...